Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология в студии Сергей Медведев. В Токио открылись самые странные олимпийские игры в истории олимпийских игр. Сдвинутые на один год из-за пандемии коронавируса, без болельщиков практически на всех соревнованиях. Олимпийцы живут в деревне, накрытые пузырем. В условиях недовольства японцев две трети их выступают против этих олимпийских игр. Сборная Олимпийского комитета России тоже некое странное явление на этих играх. Выступает без собственного флага, гимна, который будет заменен музыкой первого фортепианного концерта Чайковского. Что принесут эти игры миру в условиях коронавируса? И что они принесут России? Могут ли они привести к долгожданным изменениям в российском спорте? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Олимпиада в Токио открылась на фоне протестов, допинговых скандалов и коронавируса. Порядка 60% населения Японии выступают против проведения игр. Японцы считают, что приезд в страну олимпийских делегаций и туристов скажется на заболеваемости, которая и так обновила полугодовой рекорд в Токио. Почти полторы тысячи случаев за день. А 16 миллиардов долларов, потраченные на Олимпийские игры, могли бы пойти на внутренние проблемы страны. Из-за ливней и оползней в некоторых районах Японии люди остались без жилья. Все чаще развитые страны предпочитают отказываться от проведения олимпийских соревнований. Во время заявочной кампании за право проведения зимней Олимпиады 2022 года из гонки по собственной инициативе выбыли сразу несколько европейских городов. Барселона, Мюнхен, Стокгольм, Сагморец и Краков. Практически везде заявки были отозваны по экономическим и экологическим причинам. Поводом отказа для баварцев послужила Олимпиада в Сочи в 2014 году. Горы мусора, постоянная стройка на объектах и общая стоимость 50 миллиардов долларов. В Швеции заявку отозвали по экономическим соображениям. Налогоплательщики сочли расходы излишними, тем более в мировой кризис. Международный Олимпийский комитет впервые столкнулся с такой ситуацией. И президенту комитета Томасу Баху даже пришлось уговаривать власти Норвегии не отзывать заявку. Однако к июле 2015 года в заявке остались только Алмата и Пекин. И выбор был сделан в пользу Китая. Граждане стран-участниц стали рассматривать Олимпиаду не как престижное мероприятие, а как дорогостоящий и бессмысленный проект, последствия которого нанесут вред и экономике, и экологии. Уменьшится и туристический поток. Во-первых, пандемию никто не отменял. А во-вторых, в эпоху цифровых технологий и скоростного интернета многие предпочитают смотреть спорт у себя дома, перед телевизором. Одним из примеров может стать Бразилия. В этой стране протестовали и против Мундиаля в 2014 году, и против проведения летней Олимпиады в 2016. Тогда президент Дилма Русов хотела поднять свой рейтинг на фоне игр. В итоге страна, которая и так находилась в глубочайшем кризисе, столкнулась с акциями протеста. Полицейские, которым задерживали зарплату, стояли в аэропортах с табличками «Welcome to hell». Уличная преступность Бразилии настолько развита, что в дни соревнований фавелы блокировались спецназом и военными. Неоднократно и сами бразильцы пытались погасить олимпийский огонь. А после Олимпиады многие спортивные объекты, в которые были вложены миллиарды долларов, оказались заброшены. Насколько престижно право проведения Олимпийских игр в современном мире? Можно ли окупить Олимпиаду и каким странам она будет интересна в будущем? Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем Екатерина Кулиничева, журналист. Добрый день, Катя. Добрый день. Вообще игры эти нужны сейчас? Глава ВОЗа Гебрейсус сказал, что к тому моменту, когда погаснет Олимпийский огонь, в мире умрет 100 тысяч человек от коронавируса. Насколько этично сейчас проведение этих игр? Это хороший вопрос вопросов, но на него нет однозначного ответа. Вернее, он может быть у главы ВОЗ, конечно, но я понимаю МОК и понимаю японских организаторов, что это было очень непростое решение. Честно говоря, я им наоборот сочувствую и не завидую, потому что непонятно, как здесь принять решение. Конечно, опасения японцев оправданы, что, скорее всего, они остров, и их опасения вообще можно понять. Любой остров боится, что им привезут что-то, чего там нет, а это очень ухудшит ситуацию. Но все-таки надо помнить о том, что есть спортсмены, есть в спортивной федерации маленьких видов спорта, у которых нет больших богатых лиг, и которые живут на доходы от Олимпиады к Олимпиаде. А есть спортсмены, которые пять лет шли к этой Олимпиаде, там для многих она последняя, для многих это венец карьеры. И люди положили жизнь на это. И тут было, конечно, такое количество заинтересованных сторон, что, в общем, очень непростое решение. Ну да, в любом случае, может быть, даже можно сказать, что в условиях пандемии ограничений, невозможность путешествовать, это будет каким-то окном, вдохом для огромной телевизионной аудитории. В конце концов, миллиарды людей смотрят это по телевидению. Кстати, вот аудитория какая? Сколько там? Два-три миллиарда человек Олимпиады? Я думаю, да, возможно, даже больше. Говорят, что обычно аудитория церемонии открытия в районе двух миллиардов или двух с хвостиком. Соответственно, есть люди, наверное, которым интересно, скажем, соревнования, а не интересно церемонии открытия. Да, мы очень хорошо это видели на примере Чемпионата Европы по футболу, который сейчас завершился, когда оказалось, что для многих людей действительно возможность посмотреть трансляции. И то, что еще турнир получился очень интересный, это действительно был готов свежевозг. В общем, это такое очень неоднозначное, конечно, решение. И видно, что организаторы пытаются перестраховаться. И большое количество тестов, и очень жесткая система тестирования, которую ужесточали несколько раз с новыми новостями. Видимо, же неизвестно, как это, если тесты окажутся позитивными в ходе соревнований. Да, там отборочные туры какие-то, или просто людей могут лишать золотых медалей, что они... Или возможность выйти на финал. Возможность выйти на финал. Да, это один из самых интересных вопросов. Я очень надеюсь, что у организаторов есть не только плана на эту ситуацию, но и Б, С, Д и дальше. Потому что наверняка такие истории будут. Но одно дело, когда у вас относительно небольшой чемпионат мира, например, по фигурному катанию, где были позитивные случаи, но это как-то удавалось распространение возможной инфекции прекратить. Но Олимпиада сильно-сильно более масштабное событие. И действительно, вот вы вышли в финал, и тут вдруг в окружении, с которым вы контактировали, позитивный тест. И можете вы выйти на финал, не можете вы выйти на финал. А если это ваша последняя, там, пятая Олимпиада, или первая в очень долгой карьере, и ваш, может быть, единственный шанс. И это, конечно, драма человеческая будет, которой, мне кажется, довольно сложно в профессиональной сфере найти какие-то навыки. Здесь вообще шире надо ставить вопрос, каким образом перенесут зрелищные искусства, различные большие массовые действия, мега-спортивные события перенесут, потому что, видимо, все-таки еще коронавирус с нами останется, я не знаю, год, а может быть, и навсегда будут, так сказать, появляться новые штаммы, и мы будем постоянно в состоянии повышенной боеготовности. То есть, видимо, происходить будет какая-то перестройка глобального спорта в связи с новыми коронавирусными ограничениями. А вот это вот то, о чем шла речь в выступлении нашего корреспондента. Вот это нелюбовь к Олимпиадам, и все более растущее движение протестов, и экологическое, и местные жители не хотят, чтобы разрушал их привычный порядок тот же Санкт-Морец, да, это, так сказать, родина зимнего спорта, не хочет принимать больше зимние Олимпиады. Северные страны, Стокгольм. Это тренд, что Олимпиады будут в какие-то переезжать более такие богатые, жаркие, вот как сейчас в Катаре, там чемпионат мира будет. Да, или Духа, который претендовал. Да, там, вот сейчас в Пекине будет. Ну, правда, следующие там у нас, что там... Ну, Брисбин сейчас выбрали, так, 1932 года, и Париж, и так далее. Париж 24-го и Лос-Анджелес. Но в целом тренд все-таки как-то уходит от Запада, по-моему. Ну, в целом, я сейчас хочу выступить как историк, который так поправляет пенсны виртуально и говорит, вообще-то все не впервые, никогда такого не было, и вот опять. На самом деле, у Олимпиад эти проблемы примерно сразу начались, где-то играх на вторых, на третьих, наверное. Потому что есть известная история, когда 908-го года игры не знали, куда, так сказать, приспособить, потому что они должны были в Риме проходить, Рим в итоге отказался, потом, по-моему, еще было несколько кандидатов, отказались. То есть протестовали всегда? Да, потому что всегда было непонятно, зачем тратить на это деньги. Собственно, Рим отказался, по-моему, по финансовым причинам, и в итоге игры прошли в Лондоне, но в специфическом формате, и, например, соревнования по искусству, о которых Пьер де Кубертен мечтал уже тогда, да, они так и не провели, потому что сказали, мы не успеваем, простите. И сохранился, на самом деле, очень интересный финансовый проект Пьер де Кубертена, который как раз пытался эту проблему преодолеть, и он составил такой идеальный финансовый план для Олимпийских игр, игр тогдашнего масштаба, я так скажу. Он на основе Рима написан, и там можно посмотреть, сколько денег на что он предполагал потратить. И, что самое интересное, самыми дорогими как раз соревнованиями были по искусству в его плане. Но их так никогда и не проводили. Нет, почему? Привели потом в Стокгольме, были первые в 2012 году. Но Олимпиада в Риме должна была быть дешевой, потому что там довольно мало затрат предполагалось на сооружение и на декорацию, на то, что как бы создает ощущение праздника. А в чем искусство? Там писали какие-то картины? Да, да, да. Я сейчас расскажу про это. В общем, уже тогда были, и, собственно, все последующие Олимпиады на самом деле с этим сталкивались. Не было ответа, искали разные ответы, зачем тратить так много денег. Потому что идеалистически вот этот проект Декубертен, он же еще предполагал, что как бы они, ну не то чтобы из воздуха берутся деньги, но он же за некоммерческую довольно долго выступал, составляющую Олимпиаду, и дольше всех от этого спортсмена страдали, но организаторы тоже достаточно долго. Вот, и другое дело, что, например, после Второй мировой войны у мира было сразу несколько ответов на вопрос, зачем Олимпийские игры. Это, с одной стороны, была абсолютно идеальная площадка для холодной войны, как бы вы не кидаетесь друг к другу атомными бомбами, да, но при этом противостоин двух сверхдержав или двух вообще политических систем, и вот вам идеальная площадка. Ну да, как раз в 52-го года Советские Союзы вписываются. Да, 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 и очень интересно следить, как бы, почему, зачем. У нас много сейчас говорят о том, что вот почему-то на Россию стали политически давить, и спорт стал частью политики только сейчас, на самом деле ничего подобного. Другое дело, что когда-то были резонны не обращать внимания на то, что у Советских Союзов был специфический спорт, который, конечно, не вписывался в Олимпийские правила. Я про профессионализм имею в виду. Вторая причина послевоенного мира, почему, как бы, Олимпиады, во-первых, сохранились, а во-вторых, набрали такой большой масштаб. Это движение деколонизации, это открытие, как бы, новых уголков мира, и вот тут как раз этот неевропейский тренд, его, наоборот, поощряло Олимпийское движение. В проекте Кубертена он, на самом деле, был с самого начала, потому что когда в Штаты поехали впервые Олимпийские игры, он как раз писал, что вот это то, что надо, и то, что мы в Штаты поехали, это показывает, как бы, глобальный масштаб моего проекта. Но после Второй мировой войны едут сначала в Австралию, в Мельбурн, потом они едут в Японию в 64-е годы, потом они едут в Мехико, и как раз вот очень много неевропейских Олимпиад. И это очень хорошо, мне кажется, вписалось вот в это настроение и новых наций, и самоопределения. Ну, это да, 60-е, там, тренд деколонизации, распад Британской империи. Потом вот это знаменитое африканское десятилетие, когда на каждых новых играх количество участников резко возрастало, потому что новые африканские нации обретали независимость, и приходили в качестве независимых участников. То есть они отражают все тренды глобализации, так или иначе? Да, да, абсолютно. Как это произошло за последние годы? Но сейчас понятно, что надо находить какие-то новые ответы, зачем миру Олимпийские игры, потому что, в общем, и эта волна уже прошла, да, и Холодная война, ну, сейчас у нас там много говорят о том, есть она вторая или нет, но российский спорт не то, что советский, конечно, по многим причинам. Поэтому я бы не сказала, что это новый тренд. То есть это всегда протесты были всегда, и переезд. Олимпийский код Олимпийских игр, они всегда подразумевались как очень дорогое мероприятие. А медальный зачет всегда был? Меня вот, честно говоря, я люблю Олимпиады, я многие вещи буду смотреть, особенно из моих там любимых видов спорта, но меня ужасно раздражает такая вещь, как медальный зачет, которым одержима вся, собственно же, пресса, СМИ, политическое руководство, естественно. Он всегда был медальный зачет. Ну, как сказать, с одной стороны, но это тоже, мне кажется, бомба замедленного действия, которое Олимпийское движение само себе подложило. С одной стороны, до сих пор Олимпийские игры, если вы хартию откроете, там будет написано, что это соревнования не стран, а людей. С другой стороны, они довольно быстро, не с первых игр, но, по-моему, еще до Первой мировой войны это произошло, они привязали участие, возможность участия в играх к гражданству. Причем эти правила очень жесткие. Если на Чемпионатах мира вы сегодня можете иметь паспорт, ну, есть такое понятие, спортивное гражданство. Вы можете быть гражданином, на самом деле, какой-то другой страны, но выступать, я не знаю, там, за Японию в парном катании, скажем, или будучи канадцем, какой был такой прецедент. На Олимпийских играх нельзя, вы обязательно должны иметь паспорт этой страны. И более того, если посмотреть историю изменения этих правил гражданства, они очень-очень жесткие. И там женщина, например, могла поменять гражданство, если она выходила замуж за человека, с другой стороны. А с мужчинами как-то, я не помню, по-моему, это не было прописано. И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, вот тут и родилась вот эта история. Вы, с одной стороны, конечно, сделали нечто, что вы продвигаете как соревнования индивидуальных атлетов, ну, там, или команд. А с другой стороны, вы вот создали вот этот идеальный союз национализма и спортивных результатов. Поэтому он, конечно, не официальный. Но он, наверное, все-таки союз национализма где-то с 30-х годов, да? Да нет, с самого начала греки... С самого начала, да, это не от Гитлера, нет, Берлина. Нет, нет, он много в чем виноват, но точно не в этом. Церковь не он разрушил. Да, церковь не он развалил. Говорят, что греки на первых Олимпийских играх 1896 года, я напомню, очень ждали собственной победы. И поэтому победа Спиридона Луиса в марафоне, которая случилась, кажется, под конец игр, по крайней мере, так всегда говорят, она стала для них таким праздником, и Спиридон Луис превратился в икону, и его нарядили в национальный костюм. Ну, это была официальная военная униформа греческой армии, но с фустанеллой, такая она очень в национальном, так сказать, духе. Изобретенная традиция наша любимая. С этими, с помпонами на туфлях. Да, 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 с шапочкой такой, и вот лубка самая такая запоминающаяся. И он, бедняга, в этой униформе ходил вплоть до 1936 года, потому что его повезли на игры в Берлин. И очень хорошо видно, что это уже две разные костюмные традиции. Он идет во главе греческой колонны вот в этом костюме, уже очень пожилой дяденька, а все остальные уже одеты по моде 30-х годов. Конечно, это такой очень контраст. Но тем не менее, говорят, что греки очень расстраивались, что большую часть медалей золотых забрали американские спортсмены в легкой атлетике, потому что они понимали легкую атлетику как свое, древнее, олимпийское и так далее. А американцы приехали лучше технически подготовленные, со специализацией и так далее. И еще до Первой мировой войны, между мировыми войнами, есть, например, прекрасная история между Англией и США, как вот это национальное противопостояние, идущее еще к войне за независимость и колониальному времени, вдруг проявляется в Олимпийских играх, когда американцы, например, они устроили какой-то парад в Нью-Йорке, когда вернулись с Игр 1908 года. И, по-моему, там был британский лев на платформе, и что-то они с ним такое сделали, что британцы посчитали немножко унизительным. То ли они ему медали свои куда-то на лоб положили, то ли, в общем, верхом на него сели. В общем, и это очень широко освещалось, и у Кубертена есть записки по этому поводу, что а-та-та, как мне надо делать, и так далее, и тому подобное. И есть прекрасная, не написанная еще, по-моему, историками ситуация, когда Российская империя довела Кубертена до того, что он нас, правда, в поздних своих мемуарах припечатал так немножечко, потому что он оказался втянут в сложную переписку с империями перед играми 12-го года, когда он сначала, видимо, я думаю, из соображений конкуренции, позвал как бы самые развитые, самые знаменитые спортивные нации, и это оказались Чехии, и это оказались Финны, которые политически тогда входили в состав более крупных имперских образований. Финны были в Российской империи, а человек, соответственно, в Австроингрейской. И на первых Олимпиадах это совершенно никого не смутило, а потом, видимо, когда Олимпиады немножечко раскрутились, и та, и другая империя сказала, а чего это? И вот была перед играми в Стокгольме долгая трехсторонняя переписка, которая вот, по крайней мере, ну, не знаю, мне кажется, это повод гордиться, что мы даже Пьера де Кубертена довели до того, что он, в общем, в поздних мемуарах он написал про российскую делегацию так, что, значит, военный министр, там, Российская империя или генерал, он как-то, в общем, это странно, так немножко, Клюквина обозвал, что он приехал в Стокгольм на миноносце во главе колонны молодых российских офицеров и с оркестром балалайчников. Так и написано. Я не верю, честно говоря, ни в оркестр балалайчник, не уверена, что там был колонны молодых офицеров. Хорошо, не на медведях. Да, спасибо, что не на медведях, но какие там балалайчники, господи. Но при этом мы читаем воспоминания, а это первый случай, когда Российская империя официально как страна едет на Олимпиаду. И у нас есть по этому воспоминания о том, как российская делегация сюда ехала, что это был скромный пароход Бирма, что у них все униформы были там одинаковые, им сделали шляпы соломенные. И есть тоже знаменитый кусок из мемуаров, когда очень не понравилось человеку, как наши на параде выглядели. Хотя выглядели совершенно, на самом деле, обычно. Но там просто пишут, боже мой, как мы ужасно одеты, форма сидит плохо, что это вообще такое? В общем, столкновение амбиций и национализмов. Это две совершенно разные картины. С одной стороны, у нас какой-то оркестр балалайчников, миноносец и колонна молодых офицеров просто хрустит французскими волками. С другой стороны, из России это совершенно иначе выглядело. В общем, это всегда было и до 36-го года, и до современного года. Ну и продолжается, продолжается, конечно, сейчас. И все ждут этого медального зачета. Прочат Россию третье место. Удастся ли России удержаться за Америкой и Китаем? Увидим буквально через пару недель. А мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Токийской Олимпиаде и вообще о судьбе олимпийского движения или совсем шире о судьбе российского спорта. Российская команда сейчас команда Олимпийского комитета России выступает в Токио без флага, без гимна. Но, тем не менее, от нее ожидают определенных результатов. Об олимпийском движении, о судьбе олимпийского движения рассуждает Иван Адаменко, спортивный журналист «Матч ТВ». Как я сейчас понимаю, в Японии сейчас тоже все это достаточно проблемно, потому что зрителей на многие соревнования не пустят вообще. То есть изначально не пускали иностранцев, где-то ограничили заявку для местных, где-то просто закрыли. Но кому из спонсоров это, в принципе, интересно, когда ты можешь себя прорекламировать только по телеку, и то пустые трибуны вряд ли будут показывать, а это, значит, рекламное место по минимуму. Страна, и дальше она сама привлекает спонсоров. То есть понятно, что олимпийские игры – это такой большой сладкий пирог, куда все хотят вписаться. Но в пандемию, тем более плюс перенос на год, то есть вы все понимаете, что те же эфиры и прочее, все расписано. И когда все двигается на год, то все очень проблемно. Если не ошибаюсь, то весной порядка 80-90% жителей говорили, что нам это не надо. То есть в странах Азии, в принципе, с этой всей болячкой очень осторожны. Они очень боятся, что мало ли что. А тут, получается, вообще со всего мира съедутся, даже в отсутствие болельщиков. Все равно приедет полужурналистов, все равно приедет делегация. Это все равно большое количество людей, там от России свыше 300 спортсменов только. В принципе, до шикарного случая с, опять же, мельдонимом Грибцов у нас все было хорошо. Даже тех пловцов, которых хотели отстранить по старому делу Родченкова, в течение, по-моему, пяти или шести дней оправдали, и сказали мне, нет, ребята, выступайте на Олимпиаде, все нормально. Да, а вот два, к сожалению, грибца, они были пойманы на мельдонии. Конечно, подробности никто не расскажет. Сейчас пока идут разбирательства, но факт остается факт. Мы это признали, их отстранили. Но мне кажется, сейчас даже у мирового спортивного сообщества нету, так сказать, какой-то цели бороться с Россией. Пока сейчас коронавирус, и ты пытаешься просто хотя бы своих защитить от этого, тебе уже там все равно, отстранили ли Россию, найден ли у них допинг, что-то еще. Главное, чтобы твои не заболели и выступили. Каждая страна пытается показать свой колорит, показать себя. Это же тоже как арена политическая, когда все смотрят, как проведет. Когда провели в Сочи, все восторгались, как дорого, как богато, как круто. Чем-то зацепили, привлекли каких-то там, не знаю, контракты новые, что-то еще. Сейчас есть шансы у Японии отхватить какое-то. Понятно, что сложное время, и куча запретов, и многие говорят, что есть шанс, что те же игры не дойдут до конца, потому что если начнут все повально болеть, допустим, не по 10, а уже по 30 людей, делегации спортсменов, то, конечно, игры могут остановить. Но все равно, даже в условиях коронавируса, никто не решился. Это был спортивный журналист Иван Адаменко в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Андрей Адельфинский, доцентом ГТУ имени Баумана и автор книги «На злой рекордом». Андрей, добрый день. Добрый день. Да, приветствую. Андрей, вот такая вот статистика, так сказать, как социолог к социологу. Вот буквально всех потрясшая, по-моему, людей, имеющих отношение к спорту, вчера или позавчера от Левады пришла, что 97% россиян не знают ни одного имени российских спортсменов, олимпийцев. Только, может быть, 1% знает имя Марии Лацискене. Как это объяснить? Это что, какое-то произошло резкое, драматическое падение интереса к спорту? Цифра 97 очень красиво звучит, поскольку буквально недавно, ну, там, в пределах последних трех месяцев, обсуждали вопросы допинга. И известный специалист в области социологии и экономики спорта, представитель научного совета при Министерстве городского развития молодежи и спорта Франции, профессор Владимир Андреев, почетный профессор Старбоне, он привел цифру 97% спортсменов в элитном спорте. Значит, 97% – это вероятность уйти от наказания за допинг. Соответственно, может быть, как бы вот как раз 3% – это очень коррелирует с этими цифрами, которые вы сейчас назвали. Так вообще, видимо, просто эта тема сместилась. И с фокуса медиа раньше уделялось большее внимание, а теперь в связи с тем, что мы не ожидаем никаких побед, результатов и традиционно пафосной презентации, значит, нашей страны международных соревнований, собственно говоря, говорить не о чем, и, значит, эта тема ушла из фокуса медиа. Ну, дело же не только в том, что тема из фокуса медиа. Люди перестали ходить на соревнования, да, фактически по разнарядке отправляют людей там на лыжные, на беговые соревнования бюджетников. Все происходит при пустых трибунах. 200-300 человек на больших стадионах сидят на там легкоатлетических соревнованиях. Ведь так не было еще 10-15 лет назад. Все там мемориалы братьев Знаменских были и так далее. Когда это произошло и почему? Я позволю себе не согласиться. Про пустые трибуны ситуация была, скажем так, всегда. В эпоху Юрия Михайловича Лужкова в Москве, например, была так называемая программа «Зритель», по которой заполнялись трибуны на крупных международных соревнованиях, которые проводились так или иначе под эгидой правительства Москвы. Ну, речь о международных турнирах, это Кубки мира, Чемпионаты мира иной раз. То есть как бы с школьников снимали занятия и директивно направляли, там учащихся в спортскопе, директивно наполняли, закрывать трибуны. Был один интересный случай. У меня в свое время я пытался посетить Чемпионат мира по плаванию в Москве. И, собственно говоря, была проблема попасть. То есть как бы все было занято школьниками. А если ты не успевал озаботиться приглашением в ОЖУ прессы, то попасть через кассы было невозможно просто физически. Ну и как бы удавалось проходить с какой-то группой школьников. Значит, в действительности есть меры, которые пользуются определенной популярностью, вроде отдельной легкоатлетической, типа русской зимы. Но опять же речь идет об очень небольшом количестве событий и небольшой заполняемости трибун. Мы действительно могли видеть отдельные такие соревнования, даже ходить на них. Но в целом ситуация была печальная. То есть по большому счету в советском даже спорте, ну вот как бы в нашем отечественном, потихонечку зрелищность стала снижаться в связи с разрывом между элитным и массовым спортом. Это уже наблюдалось там в 60-е годы. И уже в советское время говорили о пустых трибунах. А в основе всего, вообще в основе нынешнего, так скажем, кризиса, это вот именно отрыв, то, что происходит, ну, формируется или спорт высших достижений, спорт высоких достижений, элитные лабораторные спортсмены, которые живут с вами, собственно, вот сейчас хорошая метафора, в пузыре вот в этом, да, накрытые колпаком в Олимпийской деревне, которые оторваны от базы массового спорта. У нас исторически эта отрасль обособилась. Ну, например, если мы возьмем спорт США, он очень тесно завязан на университеты. То есть как бы кузницы олимпийских медалей США являются как бы колледжи и университеты. Это учебные заведения общего профиля. Соответственно, у нас так получилось, что произошло индустриальное обособление спорта. И я считаю, что это большая проблема, в том числе в отношении спортивной науки. Это очень видно. Например, большинство специалистов в сфере спорта, так называемых специалистов в сфере спорта, у нас защищают через специальность 13.004 и находятся внутри своего пузыря физкультурно-спортивного направления. При этом они почти не контактируют с другими специалистами. И эта проблема уже привела, я это определяю, как парадигмальный сдвиг из позитивизма в постмодернизм. То есть если вы сегодня почитаете какие-нибудь научные публикации, я подчеркну, научные, они индексируются в международных наукометрических базах. И с формальной точки зрения это наука. Однако на практике вы найдете там такие интересные вещи, как, например, квантовый энергетический метод подготовки хоккейных команд. Вы меня спросите, что это такое? Я вам отвечу, но это нечто подобное, вот как в фильме Кинзадза, там есть визатор, который определяет подтакты и течет ланин. То есть это в чистом виде псевдонаука. Ну то есть и в науке, собственно, и как в целом спорте идет слишком большое обособление, отрыв от массового. Но это же чисто именно российский тренд, да? В мире этого не происходит, скажем. Ну для меня там образец спортивной страны Норвегия. Мне кажется, там вот этого вот разрыва массового элитного спорта вообще практически нет. И поэтому там большая посещаемость на спортивных соревнованиях. Я тоже так думаю, но эта ситуация, она произошла не вдруг и не сразу. То есть если мы говорим про массовый низовой спорт, то фактически мы говорим об исторической волне, которая продолжается последние 10 лет, скажем так, по все более нарастающей траектории. Просто у нас возникл естественный спад из-за реформы экономики, трансформации экономики общества в 90-х годах. Соответственно, спорт – это форма досуга, поэтому заниматься досугом в тот период времени не было некогда. Кроме того, спортивная среда сильно уменьшилась. Ну вот мы имеем в виду массовые виды спорта, массово-партиципаторные, то, что можно называть, то, чем вот наш ведущий занимается активно. Я также, там, многие слушатели, вероятно, уже сейчас. И сейчас, в 90-е годы в России фактически приросла вторая волна фитнес-бума. Она в той или иной степени отмечалась во всех европейских странах, но в России она приняла гиперинтенсивную силу. То есть фактически раз в 10 повторения первой волны, которая была в 80-е годы. Именно поэтому, вот из-за этого разрыва, значит, собственно говоря, у нас там до сих пор эти проблемы. Спорт высших достижений отдельно. Значит, массовый сам по себе как-то выкарабкивается, значит, с массовой проблем. А вот этот пузырь чудесно существует на бюджетных дотациях. Ну да, здесь, мне кажется, целый куст проблем, о которых надо говорить, в том числе и государственный спорт, фактически, да, бюджетные дотации, крепостные спортсмены. Но я думаю, что у нас найдем возможность еще по этим темам поговорить. Благодарю Андрею за участие в этом эфире. Андрей Адельфинский, социолог спорта, доцент МГТУ имени Баумана. Катя, ну вот этот вот действительно разрыв между массовым спортом и олимпийским спортом, он критичен? Он действительно лежит в основе того, что люди, ну просто есть вот эти вот такие вот какие-то абстрактные атлеты в телевизоре, и раз в 4 года мы ждем от них урожая и медалей. Нет, я тут не согласна с Андреем при всем моем громадном к нему уважении. Я не думаю, что это проблема, и я очень не согласна с тем, что вы как-то с ним на пару недооценили медийный фактор, потому что что такое Олимпиада в любой стране мира? Ну, в частности, я ближе всего, наверное, с американским медийным рынком знакома, потому что я специально наблюдаю, как это выглядит. Это значит, что за месяц или за два до Олимпиады во всех журналах будут спортсмены-олимпийцы. Причем во всех журналах я имею в виду не только Sports Illustrated или там какое-нибудь приложение ESPN. Vogue всегда выпускает специальный тематический номер, где на обложке будет, ну чаще всего это мужчина в компании с моделью, что гендерную ситуацию, конечно, отражает, но тем не менее. Иногда бывает, вот у них было, например, перед Лондоном, там был Райан Лохти, Сирена Вильямс и, по-моему, кто-то из женской сборной по футболу или по легкой атлетике. Прошу прощения, у меня вылетел из главы кто. Но это было три спортсмена. И это была историческая обложка, потому что Лохти был там вторым или каким-то третьим мужчиной, который, в принципе, исторически попал на обложку Vogue. В этом ряду там Джордж Клуни был и, там, не знаю, президент Кеннеди. Ну вот Клуни точно был. И это, в общем, это медийное событие, которое очень широко освещалось. Кстати, да, я соглашусь, потому что, например, вот там у них до тебя Olympic Trials, да, отборочные, там, легкоатлетические, марафонские, они вообще события национального масштаба. Да, да, именно поэтому. Кому в России интересны, да, отборочные старты к Олимпиаде. Это важно, на самом деле. Популярная механика выходит с пловцами на обложке, там был тот же самый Лохти. Мужские журналы выходили с Фелпсом и так далее. Вот сейчас там Симона Байлс была на очень большом количестве женских глянцевых обложек. Это важно, на самом деле, потому что так вы показываете, почему она знает только Мария Лосицкена. Но на каком количестве обложек была Мария Лосицкена в этом году в России? Это, на самом деле, очень важно. И это не только в этом году и не только в последние два года, я отмечаю эту тенденцию. У нас количество вот этих тематических номеров или, скажем, какой-нибудь журнал Forbes выпускает специальное приложение к Олимпиаде, где своей аудитории, а не спортивным фанатам, которые так в «Спортэкспрессе» почитают, или там, ну, в американском «Спортэкспрессе», да, рассказывают, зачем им смотреть Олимпиаду, на кого им смотреть Олимпиаду, кто самый красивый, кто самый гламурный, сколько медалей, почему, чем важно, что Симона Байлс выполняет прыжок, который никогда не выполняла женщина для этого. Почему это важно вам, простому Джону Мэри там или кому-нибудь еще, да, почему это важно для человечества, это на самом деле очень-очень значимая штука, но у этого есть важный индустриальный аспект, чтобы вышли в месяц или в два до Олимпиады вот эти все журналы, их надо снимать за год до этого, потому что если вы придете к Мариилу Сицкене в июне, когда Олимпиада в августе, скажем, Маша, хотим тебя на обложку Vogue, Мариилу Сицкене или любая другая спортсменка, любой другой спортсмен скажет, не могу, если не жестче. Это надо снимать за полгода минимум, а скорее всего за год, то есть это должно быть планирование очень большое, поскольку у нас, во-первых, была неуверенность, поедем, не поедем, с флагом, без флага, у нас нет спонсорских денег в таком количестве, как раньше было. Это очень хорошо видно, опять же, по спецпроектам, которые заказывают, обычно заказывали большие компании на Олимпиады или на Чемпионат мира по футболу. Мне кажется, что, и, по-моему, я вот с коллегами, с которыми я это обсуждаю, они согласны, что в последние годы устойчивый тренд на то, что это все сокращается. В целом же, мне кажется, вообще меньше гораздо интереснее. Для массового зрителя спорт – это футбол, максимум хоккей. Что он знает о легкоатлетических, о плотцах? А вы когда-нибудь пытались выяснить, каких футболистов сборной России знают? Опять же, я, правда, не сцелок, но я бы спросила к этому, к этим замечательным цифрам. Во-первых, надо, конечно, посмотреть на технологию этого опроса и на методологию его. Что они спрашивали, как они спрашивали, у кого это важно. Как сцелок вы прекрасно знаете. Но я думаю, что, на самом деле, если спросить перед чемпионатом Европы, кого вы знаете из сборной России по футболу, мне кажется, что для многих сборной России по футболу это по-прежнему Акинфиев, Аршавин, Павлюченко и другие герои чемпионата мира 2008. Все знают, что у нас тренер больше не хидинг и так далее. То же самое всегда видно по фигурному катанию. Например, что для многих людей сейчас фигурное катание это то, что происходит на людовых шоу на Первом канале. Ну да, это Плющенко до сих пор. Ну плюс Медведева и Загитова. Попробуйте мужскую сборную назвать. Сейчас многие спортсмены, которые закончили недавно карьеру, там Екатерина Боброва, например, они пошли в медийные лица. В Советском Союзе так не было. Такой немножко кусочек советской ностальгии. Да, потому что едут в Советский Союз, едут впервые на Олимпиады, на обложке Огонька, на обложке Работницы, наши там легкоатлетки и лыжницы, журнал физкультуры и спорт был и так далее. У нас же нет, ну в смысле журнал физкультуры и спорт сейчас и есть, да, но я не знаю, какой у него тираж и так далее. Есть ли вообще крупные медийные герои, российские спортсмены? Мне кажется, что везде есть вот этот исторический небольшой гандикап. Не те, которые сейчас, да, не те, которые поплывут сейчас. Все совершенно знают Барзаковского там. Да, да. А из нынешних, я думаю, да. То же самое всегда очень важно с точки зрения поддержки общественного спорта, как кто из спортсменов является рекламными лицами крупных международных брендов, и у нас с этим очень плохая ситуация. У нас, наверное, Овечкин один остался, мне кажется. Ну, Шарапова до сих пор очень крупная рекламная величина, но она как бы не действующая спортсменка больше. А так вот, не знаю, Исенбаева была, но опять же, она тоже довольно давно не выступает. У Сергея Шубенков тоже был, но в меньшем масштабе. К сожалению, мне кажется, вот это был наш шанс получить очень большую медийную звезду глобального масштаба, потому что он очень красивый, он очень коммуникабельный, он говорит по-английски, а он шутил со своими американскими коллегами, там перебрасывался и давал интервью на английском языке. Но, к сожалению, ему очень не повезло, его карьера, его лучшие годы пришлись на такой период, когда построить такую карьеру, ну, было очень сложно международно. И это на самом деле важно, потому что, во-первых, если человек не смотрит спортивные соревнования, но он пользуется дезодорантом или шампунем, или духами, там, я не знаю, или машиной он покупает, и вот так попадают эти имена. Отсюда берутся 97 в обратную сторону. Это, на самом деле, очень важно. Но у нас, к сожалению, во-первых, из-за того, что российский рынок, он, в принципе, очень маленький, и рекламодатели не очень заинтересованы в том, в отличие от Китая. Почему китайские спортсмены всегда будут пользоваться популярностью? Потому что их просто намного больше. Большой рынок, и они раскручены на рынке. Да, плюс, конечно, проблема в том, что даже лучшие наши спортсмены не всегда понимают, зачем это делать. И не всегда умеют выстраивать график, потому что у Шараповой она тоже не круглосуточно снималась в рекламе, у нее было очень простроено все. Ну, понятно, в любом случае, это большие машины, это большие индустрии, медиа, рекламы, рынка. Да, и с этим надо работать, и надо объяснять, зачем выпускать свои конфеты, зачем выпускать... У нас же, да, своя машина, только государственные поддержки спорта, и, так сказать, вот это вот то, что спортсмены находятся на государственном содержании. Да, и, соответственно, когда там... Создает совершенно особый контекст их существования. Потому что денег сейчас, конечно, не столько, сколько было, например, перед Сочи, они тоже страдают. Но, к сожалению, у нас сейчас ориентир — это лыжи. При колоссальном моем уважении это люди, которые не понимают, зачем им нужны журналисты, и не понимают, зачем им нужны рекламные контракты, и зачем нужно рассказывать, как зовут твою собаку, как ты познакомился со своей девушкой, и какие хлопья ты любишь на завтрак. Это, к сожалению, большая проблема, а может быть, не это поколение с этим столкнется, но следующее наверняка. Программа «Археология» говорим сегодня о проблемах, связанных с Олимпиадой в Токио. И это не только коронавирус, а это вообще судьба самого Олимпийского движения и сборной России, которая сейчас, как известно, не сборная России, а сборная Олимпийского комитета без флага и гимна. О судьбе Олимпиад рассуждает писатель и спортивный обозреватель Юрий Галышак в разговоре с Антоном Сергеенко. Только такая версия, что это огромные какие-то хлопоты, огромные деньги, и, может быть, кто-то не знает, но, например, Леонид Ильич пытался в последний момент отменить «Игры-80». И всерьез это обсуждал со своими приближенными, это дело. Вот, когда там окончательно выяснилось, какие траты уже, но все-таки это состоялось. Я думаю, только дело в этом. Или надо всей страной как-то бросаться централизованно, как Россия бросилась там на Чемпионат мира 2018, когда все было брошено на Чемпионат мира. Или чтобы было как в Хенчхане, я помню, я вот там был. Но это было довольно как-то все скромненько, вот по моим ощущениям, по сравнению с той же Сочинской, например, Олимпиадой. Насколько все это было солидно во времена моей юности, и какой был состав МОК, там были какие люди. Это даже Виталий Смирнов мне об этом говорил. Это было что-то просто. Вот. Сейчас, конечно, все это измельчало, и очень много всего какого-то шуточного. Даже непонятно, ради чего это все на Олимпиаде присутствует. Я думаю, что это вот ты сказал, что может это унестись в Америку. Почему бы и нет? Потому что Америка реально может очень круто подготовить что-то, это устроить. Вот. Многие говорят, что там худшие вообще Олимпиады, там, Атланта, там, были в Америке, в Salt Lake City. Вот. Что Америка ужасно проводила какие-то соревнования. Но я помню, я оказывался на каких-то простецких соревнованиях в Штатах, типа игр полицейских и пожарных. И это было совершенно потрясающе организовано. Думаю, Америка в состоянии организовать. А так это все будет уходить куда-нибудь в Китай, где, возможно, действительно государственная поддержка всем этим соревнованиям. Потому что там, где такой поддержки нет, будет очень тяжело. Спортивный обозреватель Юрий Голышак в разговоре с Антоном Сергеенко. Катя, а какие вообще форматы будущие может принять Олимпиаду? Вот я сейчас смотрю, они пытаются молодежно как-то развернуть. Да, ввели баскетбол 3 на 3, да, как это вот дворовый баскетбол фактически. Сёрфинг и скейтбординг. Да, сёрфинг и скейт вели, да, фристайл BMX велосипед вели. Что, это вот направление, поколение, развернуть к поколению тиктока? Ну да, в том числе, я тоже только можно, хочу Юрию немножко сапонировать, надену снова пенсне, я сегодня оппонент в пенсне, так получается. Я не так это выглядела времена, эта линия, что было со сплошными аристократами, значит, в президиуме, и всё хорошо и пышно, а сейчас мы к чему-то скромненькому скатываемся, это совершенно не так, на самом деле. К скейтбордингу. К скейтбордингу, да, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, на самом деле это хорошо, хотя не знаю, как они померят между собой консерватизм и формализм Олимпиады и, собственно, скейтерскую культуру. Но я хотела сказать не об этом. Я хотела сказать, что вот эта дилемма организовывать более скромно или более пафосно, она тоже очень старая. Были вторые Олимпийские игры зимние в Инсбруке, которые, собственно, прошли, я надеюсь, что я сейчас не перепутала от волнения Олимпиады, вроде нет, которые прошли под девизом простые игры, скромные игры. Они вышли, собственно, с этой программой, что, ребята, это был 72-й год. Да, 72-й Инсбрук, да. Они вышли с программой, ребята, Олимпийские игры, ну, коллеги, а то я сейчас как скейтер, да. Коллеги, эти Олимпийские игры идут не туда, они становятся слишком большими и слишком дорогие. Они были правы, через 4 года была знаменитая финансовая катастрофа Монреали. На секундочку. И они как раз, они задействовали по максимуму объекты с предыдущих игр. Они вот это вот все, то, что называется прекрасно не сказано, пиджин-три, немножко так притушили и, но затейливо, надо сказать, довольно. Короче, это давно проблема существовала. Да, по поводу Елены Ильича, который чуть было не отменил Олимпиаду, это известная история. Но мне кажется, честно говоря, что это может быть его личным каким-то... А по каким причинам, какие мотивы были? Ну, якобы считается, что он когда увидел цифры, во сколько это обошлось, он испугался. Но я думаю, что это может быть его какой-то, но не каприз, а его какая-то личная эмоция. Потому что, вообще-то, Советский Союз всегда тратил очень большие деньги на Олимпийские игры. В архивах я видела цифры, во сколько нам обошлось поездка на первые Олимпийские игры 52-го года, где мы вложились очень-очень сильно. Это, ну, они поражают, точно говоря, воображение. Потому что мы, например, туда свою столовую повезли, а это значит всех своих поваров и официантов, которых надо было экипировать, а дети выдать им суточный. Ну, в общем, и как бы ничего никого не смыслило. Для всех же был первый выезд за рубеж, чужой западный мир. Это было как экспедиция на Луну. Да, примерно. А до этого туда ездили, да, на разведку примерно, как экспедиция на Луну. Вроде бы официально, зачем мы повезли туда эту столовую свою. Вроде бы боялись какой-то там заразы, которая по Хельсинки ходила. Ну, скорее всего, да, скорее всего из-за этого. Поэтому, на самом деле, это всегда дилемма вот этого между мы поменьше построим или временных конструкций, или побольше построим там. И, конечно, есть страны, которые выбирают первый путь, и страны, которые выбирают второй путь. Я про это хотела сказать по поводу изменения формата. Но это тоже, Олимпиады в это всегда играли, потому что и современная пятиборья, которая считается как бы иногда рудиментом. Я, на самом деле, очень люблю этот вид спорта. Но, тем менее, оно и выглядит сейчас... Как бы от аристократа прошлых веков. Да, считается изобретением Пьера де Кубертена, потому что это воплощение его идеала мужчины-аристократа. Но сейчас современная пятиборья не выглядит так, как оно выглядело даже еще лет 30 назад. Там есть комбайн теперь, когда стрельбу с бегом совместили. Там больше нет... Там кросс, в общем, не так выглядит, как раньше. И это выглядит не так, как это выглядело во времена Кубертена, потому что мир другой, мужчины другие, и инвентарь другой, и все вообще другое. Поэтому, конечно, Олимпиада пытается усидеть на двух стульях, потому что, с одной стороны, это традиционное мероприятие. От слова, в смысле, это мероприятие имени традиции. И ее любят за то, что это мероприятие имени традиции. С другой стороны, конечно, она пытается к поколению ТикТока, к поколению Ютьюба и к разным другим поколениям, нас тоже не будем списывать со счетов, обратиться. Поэтому она пытается инкорпорировать сноуборд, поэтому она пытается инкорпорировать серфинг, там разные... Ну, и вообще новая, сейчас же первая Олимпиада с трансгендером. С трансгендерами. Да, и она пытается инкорпорировать новые, ну, как сказать, они не очень новые, важные социальные элементы повестки, я бы сказала. Во-первых, гендерное равенство, это будет первая Олимпиада, где вообще-то, я не знаю, все ли страны на это пойдут. Смешанные эстафеты, да? Нет, я имею в виду двух знаменосцев. Сейчас официально предписано на этой Олимпиаде с всем странам двух знаменосцев, причем должна быть мужчина и женщина. И всем странам, я, правда, не очень понимаю, как они будут, вот это с арабскими, например, странами реализовывать, или со странами, где просто, ну, там, с женским спортом все довольно сложно, что должны быть обязательно мужчины и женщины в делегации. И они давно уже взяли курс на то, чтобы равное представительство мужчин и женщин. А Иран участвует в Олимпиаде? Да. И там женщины? Там есть женщины. Я видела, они очень красивую парадную Олимпийскую форуму презентовали на днях, и там есть женские комплекции. Соответственно, у них есть женщины. Но они идут на, по крайней мере, на параде открытия в паранже и в длинном платье. Интересно, а как они выступают на арене, и как это все потом показывают, там, женщины закрыты? Ну, есть... Там же плашками закрывают на телевидении на иранском. Да, возможно, закрывают, но есть беговые комплекты, которые... Закрывающие, наверное, в боди-сьютах таких. Да, беговой хиджаб. Да, извиняюсь, что прервал. Да, да, не страшно. Как будто знаменосцы будут. Есть плавательные комплекты. Ну, в общем, то есть Олимпиада пытается как бы идти в ногу со временем. И понятное дело, что ей сложно, потому что сталкиваются в мире разные страны по-прежнему. Есть и один из скандалов, связанных с этой Олимпиадой, был, я бы сказала, такой многосторонний конфликт между западным миром с гражданскими ценностями Японии, как хозяйкой Олимпиады, которая пытается использовать игры, в том числе, как их надо использовать для промотирования своих производителей. И японские компании одевают больше сборных, в том числе европейских, чем обычно. А с другой стороны, у них производственные мощности в Китае. Был, например, большой скандал в Австралии перед этими играми. Очень интересовало австралийскую публику, не задействован ли китайский хлопок, который, скорее всего, производится с нарушением прав человека. Синдзянский. Да, с использованием. От которого сейчас все отказываются. Да, от которого все отказываются. Не задействован ли он в униформе сборной Австралии. А Япония оказалась вообще между двух огней, потому что китайцы сказали, значит, в Китае началась ответная кампания в ответ на критику этого хлопка. С бойкотом товаров тех производителей, которые сказали, мы не хотим этот хлопок. И вот как бы эту ситуацию надо как-то разруливать. Потому что мы понимаем, что Китай фабрика мира. Там производят большую часть нашей одежды, наших телефонов, часов и многих-многих других вещей. И, в общем, это вся непростая ситуация. И, говоря о гендерной теме, впервые также смешанные эстафеты проводятся. Понимаю, в плаванье и в легкой атлетике выставляются смешанные-смешанные команды. Так что гендерная. И вот то, что я говорил, очень интересный тоже момент, что трансгендер в тяжелой и в тяжелой атлетике и американский. Да, это очень непростая тема, конечно. Очень сложно, да. Я буду с интересом наблюдать за тем, как МОК и вообще мировое спортивное сообщество ее эту тему разрулит. Извините за сленговать. Точно так же, как это ведь уже была похожая ситуация со спортсменами-инвалидами и с Оскаром Писториусом. Когда он добивался много лет разрешения выступать на равных, на обычной Олимпиаде, не на Паралимпиаде. И он добился, но поскольку его жизнь сложилась потом известным образом, да, это, мне кажется, на всю эту историю какой-то отпечаток неприятный повлияло, потому что потом был прыгун немецкий, которому уже, по-моему, не разрешили участвовать. И это тоже, да, это вот вопрос и нашего понимания спорта, и старых конвенций, которые в этом спорте были. И, в общем, у меня нет, например, однозначно. Это да, это о границах телесности, да, человека и андроида, может ли человеку делать какие-то протезы, импланты, которые делают его сверхчеловеком. Это об инклюзии, о том, что если у тебя нет ног или нет руки, ты все-таки должен иметь возможность жить более-менее полноценной жизни, желательно как можно более полноценной. Это и вопрос о том, что делает тебя тобой, идентичность твоя какая, да, насколько, это вопрос и о биологическом поле, и о гендере, потому что это не одно и то же, да. Это вопрос, там, и о социальных конвенциях гендера. Женщины вполне себе традиционные даже мы, надо просто понимать, что вот эта, например, дискуссия про трансгендерность, она встраивается в том числе и продолжает очень длительную дискуссию про женщин на Олимпиадах. А нужны ли они там, а какие они там должны быть, а должны ли они быть с цветочками в волосах или с маникюром. Или вот был сейчас замечательный скандал тоже по поводу норвежских гонболисток, которые говорят, что не хотят больше играть в бикини, в пляжный гонбол, где почему-то надо играть обязательно в трусиках бикини. Они говорят, что это неудобно ни по биологическим причинам, ни по, и вообще, и вообще неудобно. И это большая, вот против этих бикини спортивных есть огромная большая история. Пляжный гонбол или волейбол? Гонбол. Это олимпийский тоже? Нет, не олимпийский, но будет, возможно, однажды. Я даже, кстати, не знал, я знаю про пляжный волейбол, там, да, там в бикини все. Просто в серфинге, который теперь олимпийский, была та же самая проблема, просто в 80-х, 70-х. Первые женщины серфингистки, которых тоже обвиняли во всех смертных грехах и считали как-то не вполне женщинами, про это недавно вышел очень хороший документальный фильм, они тоже вспоминают, что их пытались одеть в бикини и, ну, попробуйте на больших волнах кататься в женских трусиках. Ну, как бы, это довольно неудобно, но женские шорты были введены в широкое массовое производство, в широкий оборот, там, лет через 15 после этой истории. Ну, то есть, вот, это всегда, это еще вот и с конвенциями женственности тоже всегда связано, и, конечно, очень такая, да, очень сложно. Это очень интересно, как олимпиада, она абсолютно, да, отражает все глобальные расколы и пытается найти некую общую платформу всем тем вещам, которые, так сказать, различают и раздирают. Может быть, в этом ответ на вопрос, зачем она нам. Да, и вопросы человеческой, действительно, и вопросы человеческой телесности, и вопросы деколонизации, да, как мы должны уважать, так сказать, я не знаю, там, исламское отношение к телу, к женщине. И вопросы возраста. Ты со скольки лет можешь быть олимпийским атлетом? Вот сейчас у нас, по-моему, в серфинге или в скейтборде, мне кажется, наверное, в скейте есть 12-летняя спортсменка. В Олимпиаде? Да. Я надеюсь тоже, опять же, что я все правильно прочитала, но там, применительно к олимпийскому фигурному катанию, к олимпийской гимнастике спортивной, много лет идут споры, сколько должно быть лет. Причем эти споры касаются, что удивительно не мужчин, а женщин. Почему-то, вот, значит, когда 15-летний мальчик приезжает на Олимпиаду, Фелпс приезжал 15-летним мальчиком, никого это не всколыхнуло совершенно. Но когда приезжает 15-летняя девочка, сразу начинается... Эксплуатация ребенка. Ну, да, да, потому что это тоже вопрос как бы и о социальных конвенциях в отношении женщин, и о том, что для женщины возраст это не то же самое, что для мужчины, и женский возраст они. И вообще, когда у нас детство начинается, заканчивается и так далее. Действительно, да, здесь же вопрос эйджизма, то, что, действительно, а почему детей должны лишать прав, если сейчас мы, так сказать, постепенно наделяем правами все непривилегированные группы, да, то почему дети должны... В самом деле, то есть выходит, что Олимпиада это такой как бы социологический, антропологический фронтир, да, раз в 4 года. Она заставляет задаваться вопросами, да, которые, на самом деле, мы в обычной жизни можем там от них делать вид, что мы их незамечаемо отворачиваться, но тут получается, что как бы не можем, и вынуждены все-таки их признавать и обсуждать. Я только хочу сказать, что, да, конечно, это все очень сложные вопросы, мы их упрощаем сейчас из-за требований времени рамок эфира, да. Я думаю, что и про детей, и про возраст, и про женщин, и про трансгендеров очень много мнений с разных сторон, и это все очень непросто. Ну, мне кажется, это очень хорошее завершение нашего эфира, потому что, действительно, мы поняли даже из этого разговора, насколько Олимпиада пытается подвести общую рамку, сделать общий знаменатель тем с новым социальным трендом, который возникает и который объединяет нас как глобальное человечество. Если сейчас этой рамкой является ковид и ковидное ограничение, и новое понимание телесности в связи с пандемией, то пусть будет так. Так что при всем нашем критичном настрое пожелаем успеха этим играм, чтобы они завершились, не закончились раньше времени, чтобы они завершились вовремя, и будем следить с интересным за выступлением российских атлетов. Это была программа «Археология». В гостях у нас была Екатерина Кулинчева, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Субтитры создавал DimaTorzok